Здравствуйте и добро пожаловать на канал Ластов Варри Беларусь, сейчас еще не совсем закончился, близко он, так что идет и кубок овервочевский, в честь чего есть такая вот картинка неплохая, да, со статуями и всем таким прочим и странной этой пометкой, которая как бы уступает, да, и держится на своем голографическом честном слове, но я собрался записывать. Видео не из-за этого, а из-за того, что начался сезон седьмой соревновательный, я не то чтобы очень большой игрок соревновательных дисциплин, но однако интересно попробовать и к тому же я собираю вот эти вот наклеечки, да, спреи, которые дают, у меня есть каждый базовый, конечно, замороченных у меня нет, анимированных, потому что не такие мои скиллы, но тем не менее базовые эти штучки, да, с первого по шестой я собрал и собираюсь собрать. Также у меня есть теперь возможность купить золотое оружие, опять-таки, ну может быть не на примере Мерси, а скажем, да, Симметра и Торбер мне еще вполне себе нравится, как, впрочем, и Ариса есть возможность наконец-то купить золотое оружие, я не вполне уверен, что это имеет смысл, потому что базовое оружие каждого скина, как правило, лучше подходит, да и золото смотрится несколько глуповато, на мой взгляд, но своим взглядом вы можете поделиться в секции комментариев, а мы посмотрим, как у нас пойдет дела дальше здесь. Итак, вот наши команды, Дорадо, и поскольку это отборочный матч, то, конечно, у кого рейтингов еще нет, я, наверное, буду как обычно на поддержке, поскольку я сильно сомневаюсь в своих компетиторских таких соревновательных навыках по поводу стрельбы, не то чтобы они отсутствуют, но мне так, например, гораздо проще и комфортнее, у нас неплохая команда, которая имеет смысл, может быть, имела бы смысл иметь второй танка, но Ариса мне вполне, например, нравится тем, что она, в отличие от Райнхарда, хоть имеет более слабый и не портативный щит, но зато он такой довольно интересной формы, и к тому же она умеет стрелять, то есть активно отстреливаться и наносить какой-то урон ответный. Райнхард, конечно, имеет свой реактивный или ракетный молот, но, во-первых, его можно редко использовать, а во-вторых, ты в основном стоишь на месте и охраняешь своих, так что возможности нанести урон у тебя не то чтобы очень много. Зениата в этом плане тоже является таким комбинированным персонажем, любопытным, давайте мы только чуть-чуть куда-нибудь. Со второй попытки отойдем, а то ведь, знаете, получить в лицо полным зарядом течению из магазина вряд ли хорошее занятие для хиллера и для целителя. Посмотрим, как дело пойдет. Имеет ли смысл? Да, имеет он. Отошел сюда, что хорошо. А то идти с долин я особо не хотел бы рисковать своей шкурой ради одного игрока. Ну, у него дела пока более-менее. Тут у нас сомбра откинулась на тебя, неудивительно. О, аккуратно, пока тут щит упал. Отходи. Да. Правильное решение. Так. У меня отсюда особо ни черта не видно, но это не имеет значения, поскольку... Поскольку важнее гораздо прямые обязанности, а не внешний вид. У, сбоку зашли. Товарищи. Кто-нибудь... Да, кто-нибудь... Похоже, завалил или, по крайней мере, отогнал... Те, кто пытался нас... взять в тиски, это, конечно, была хорошая идея, но неудачная. Ага. Конечно, без защиты. Ух. Так. И нафиг отсюда. Пойдем немножко поближе. У... Так. Уходим нахрен. Так. Хорошо. Так. Это не очень хорошо. Но пока что мы держимся. Ух. Вот, похоже, мы больше не держимся. Давай, ты ж... Ебаный кактус. Пардон за ругательство, но это было действительно очень, что называется, неудачно. Так. Посмотрим, чем это дело кончится. С этой стороны. Ух. Надо отступать нахрен. Вроде отбились. Пока что. Только давайте такой кучей все-таки, наверное, не стоять. Вроде даже пока... А, почти что никто не умер. Но этого мы воскресим. Как раз у меня тайм-аут такой закончился, или рефреш. Способности. Ага. Давайте еще усилим. Он за щитом стоит, так что... Я думаю, это неплохая идея. Да, дела идут неплохо. Совсем-совсем неплохо. В какой-то момент они чуть нас не одолели, однако же... Посмотрим, что будет впереди. Команда где-то примерно, я бы даже сказал, целиком та же, но смотрим. Если она сработала один раз, она может сработать еще, правда. Да, народ может научиться противоположный, да. Вот этот вот народ может научиться на своих ошибках, и тогда, конечно, могут начаться проблемы. Народ тут, как видите, особо не шифруется. Но я-то предпочитаю стоять в сторонке, поскольку... Чуниди, которые... Да, человеки и боты Пристоят непосредственно в воротах Могут словить на себя залп, и это не очень хорошо. А щит при массированном уроне Все-таки держится не очень долго. Давайте, как-нибудь сюда. Поддержим вторичного хиллера. К сожалению, всех мы не смогли, но... Так, танк, танк очень важно в прорыве. Кинь, что ли, щит, если есть возможность? Спасибо. Или меня спасибо. Щит в неудачном месте. Но мы даже как-то... Ух, прорываемся, да? Так. Нам нужно поддержать наших, и... Пожалуй, самый короткий матч, который мне доводилось видеть. Не то, чтобы я против. Мои часы подсказывают мне, что прошло всего лишь один с половиной минут сырого времени. О, это было очень хорошо. И еще раз подсказывает, что нужно смотреть по сторонам, ребята. Мы вот смотрели по сторонам, мы вовремя пресекли попытку... Да, нас обойти слева. Ну, с нашего лева. Кто тут у нас? Ну, я давайте просто за себя проголосую, чтобы показать, что первый голос был немой. А то это может не очень хорошо выглядеть. Тем не менее, первый сезон начался довольно неплохо. Я не ожидаю, что у меня все будут такие матчи. Да, тренировочные. Ну, или точнее, плейсмент матча, позиционирующий наш в плане рейтинга. Однако, будем считать, что это такой знак положительный. Если у вас есть что сказать по поводу этого сезона соревновательного обруча, вы это можете сделать в комментариях. И, конечно, до встречи в следующий раз.